В итоге сегодня у меня на руках три варианта устава, я их еще не сравнивал. Это устав с сайта администрации, якобы копия устава, заверенная якобы надлежащим образом, и якобы оригинал устава. Откадь через рамку пытались провести. Вы, говорит, рядом проходите. Я сбоку. Так а что ты ведешься? А что сбоку? Учись воспитывать волю. Ты видел, как... Тебе разводят меня, нет. Тебе разводят меня, нет. В смысле разводят? Ну что? Да хотя бы мимо рамки, но пройди там, где мы сказали, понимаешь? Неважно, вредит рамка или не вредит. Главное сделать так, как мы сказали. Исполни нашу волю. Я прошел не через рамку, я прошел мимо рамки. Да неважно, они тебя направят. Ты хотел же пойти вообще далеко от рамки, нет? Я через рамку буду пошла. А я хотел вообще далеко от рамки. А не, видишь, нет, пройдите типа рядом с рамкой. Да не хочу я вообще рядом с ней проходить. Нет на том моей воли. А почему журналист имеет нормальную камеру? А кто меня финансирует? У вас зарплата капает? Вы капает, а вот журналист вообще капает, наверное... Я независимый. Независимый. Вольный и свободный журналист. Безоплатный труд во всеобщее благо. Модель поведения одинаковая совершенно у всех должностных лиц. Сначала она не пытается меня подловить на том, что я типа налоги не плачу. Что я тунеядец не работаю. А потом в глухую оборону уходят в молчанку. Просто возразить нечего. Всем привет. Две недели назад ко мне обратились жители города Сургут. Проблемы, что они не могут получить копию устава города Сургут, заверенную должным образом, и сличить ее с оригиналом. Я как заместитель главного редактора СМИ Камчатский регион, как журналист, написал. Об этом я рассказываю в данном видео. Можете его найти у меня на канале. Пять дней назад мне позвонили с администрации. Срок ответа на затреп от СМИ информации 7 суток. Прошло 7 суток. Мне, естественно, никто не позвонил, никто ничего не прислал. Мне пришлось сделать более 20 звонков, для того, чтобы в пятницу под вечер, в 15 часов примерно, я начал звонить. И за 20 минут до окончания рабочего дня, в 15.40, мне позвонили, сказали, что копия готова. Мы вам сейчас уже подготовили ответ. Выслали мне на почту его, без приложения копия устава. И сказали, что можете пойти в 517 кабинете, забрать копию, заверенную надлежащим образом. Однако я потребовал именно ознакомить меня с оригиналом, предоставить возможность сверить с оригиналом. До сегодняшнего дня мне никто не позвонил, встречу эту не назначил, хотя еще несколько раз звонил, требовал. И вот сегодня мы решили сами съездить в администрацию города Сургут. Мы их предупредили, что я приеду как журналист и буду ознакомиться. В итоге, сегодня у меня на руках три варианта устава. Я их еще не сравнивал. Это устав с сайта администрации, якобы копия устава, заверенная якобы надлежащим образом. И якобы оригинал устава. Все три варианта, сам затреп от имени СМИ и ответ на него, я приложу к видео в виде архива. И размещу все на странице Сургутнадзор. У нас получился очень интересный разговор с исполнителем и с начальником отдела. Слушаем. Откройте, пожалуйста, парникет. А там и рамка, я не хочу через рамку проходить. А вы в 517 кабинет? А? Мы в 517 кабинет. В 517. А здесь что, нельзя пройти? Ну, вот у меня документ с собой. Вот пройтись, пожалуйста. Мы обычно здесь пропускали. Там тоже. Обычно. А? Говорите, там какая вам дадите. Там рамка стоит. Вот, вот ты рамка. Здесь можно пройти. Вот, деревня. Прядочек. Можно здесь пройти? Ну, можно ваш так и не отзять, чтобы вам сроку стоили? А только потом здесь, да, пропустили? Мы обычно здесь сразу пропускали. Пожалуйста. Угу, благодарствую. Как пройти на пятый этаж? Здравствуйте. Ну и за копию устава пришла. Здравствуйте. Вячеслав Юрьевич? Да. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, тут в ответе написано, что это копия, да, устава? Да. Ну, то, что это роспись откопирована, это понятно. Но в целом-то документ выглядит так, как будто его напечатали на принтере просто. Это, то есть, не методом аксерокопирования снял? Это не копия? Методом аксерокопирования точно нельзя снять. Как нельзя? Прошит. А? Он прошит, значит, теги. Тогда методом фотографирования разнакомки нет? Ну, вы созвонились с циклитрой? С каким? Ну, они обещали позвонить, пригласить, так и не пригласили. Сейчас пойдем к ним. Вот. Там оригинал. Ага. Сможете сверить? Ну, а зачем мы тогда 200 листов зря потратили, бюджетных листов? И время, и деньги, и краска. Официальная версия устава в городе. Я понимаю, что это официальная версия. Меня интересовала именно копия. Понятие копия. Вот это копия. Оригинал устава, все 18. Это уже не копия. Это просто взяли электронный документ, распечатали. Вам важна содержательная часть или расположение самих листов? Мне важен оригинал. И копия с него сняты, и заверены на лежащем области. Заверяется официальный документ, вот он заверен. А кто заверил? Шувалов? Глава города? Да. А почему стоит печать думы города? Потому что документ принимается думой города. Да. А в соответствии с уставом нормативные акты, которым является устав город, подписывается главой города. То есть дума удоставляет роспись главы города? Решение думы нормативное подписывает. А почему печать думы не по ГОСТу, не герба, размеры ГОСТу не соответствуют? 38 мм вместо 40 сделок? Нет, про печать он ничего не стоит. А почему она ГОСТу не соответствует? А по номеру как-то можете подсказать? Что у вас? Первые две цифры, 10, это принадлежность к США и Канаде по международным классификаторам. В России 46 мм. А это причем? Это аппарат подает штрихи, которые... Мне никто ответить не может. Может, вы знаете? Это штрих-ход, который проставляется на входящий-исходящий пересказанции. Каждое структурное подразделение имеет свое номерное значение. Да. Ну, по международному классификатору... Не знаю, мы работаем по той программе, которую у нас здесь обеспечивают. Ну, она что, в Америке закуплена? В Канаде? А это тут причем? Я вам еще раз объясняю. По международному классификатору штрих-ходов... А это... Все штрих-ходы подпадают под этот классификатор. Вы просто дома откройте вся холодильник. Посмотрите на штрих-ходы любого продукта. Вы заметите, что большинство продуктов начинается на номер 46. Это разрешено продажей в России. Здесь стоит Канада, США. Интересный, да, вопрос? Конечно. Так, понятно. Что вы получили? Ты зачехывал. Ну, вот за это что мы получили? Тут же написано устав, просто распечатан. Нет, мы не написали, что мы получили. 97 страниц ты в сколько поставил? Нет. Ты получил мне некий документ? Согласна, мы написали. Вообще, устав в кавычках поставь. Два раза тут слово устав. 518 и потом 316. А зачем он 316, этот оригинал 118? На экскурсию, конечно. Мы впервые в администрации. Блин. Благодарствую. Благодарствую. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Мы за оригиналом устава. Мы не за оригиналом, а для ознакомления с оригиналом. Проходи. Зависит от того, какого объема вам. Давайте объедимся тоже с вами. Ну, у меня поперекорница. Почему не может? Длительное время. Почему не может? Вы до скольки работаете? Мы работаем до 18.00. У нас есть час 45 минут. Вы начинаете не тратить тогда время свое. Благодарствую. Я вас тоже предупреждаю. О чем? В этом помещении ведется видеомоблюдение. Замечательно. Везде вы как? На всякий случай. А вы кто? Представьтесь, пожалуйста. Коренков Анатолий Николаевич, начальник управления по обеспечению деятельствами инвестативных коллегиальных органов. Благодарствую. Что, может, срядом сядешь? В этот момент является оригиналом. Понятно, бережно отношение. Да, бережно. Потому что хотелось бы, чтобы он был надорван. И был дорван. Вы мне скажите, пожалуйста, почему нам выдали копию не с оригиналом, а просто распечатывали электронный документ? Я вам не готов прокомментировать. Я могу сфотографировать оригиналом стороны? Было бы, наверное, даже так и проще. То есть, не было бы это фотографирование, да, и потом бы... Ну, я просто... Мне бы вы пояснили сразу, что копию невозможно снять, придется расшивать. Я вот сразу сказал, что давайте тогда методом фотографирования. А мне пришлось более 20, даже где-то 30 звонков сделать, чтобы меня вот пригласили. Понимаете? Копию забрать. А оригинал вот сами пришли. Счастья нет же тому, чтобы дал свободный доступ, у нас сравненец. Можете фотографировать? Благодарствую. Каждый. Понятно. Бухтайно. Он прям на соплях весь. Да. Какого года? 2005-2005 год. Я принятие 131-й. Не расшивается. Печати, смотри, нормально. У вас линейка есть? Пользусь линейкой. Плохо. А как вы определяете геометр печати по ГОСТу? Ну, знаете, я не думал, чтобы тут нужно было бы не доверять тем печатям, которые тут стоят. Потому что данный бутурном вывозится также в Министерство инвестиций, где проверяется все, как можно, до печати. То есть вы ни разу не проверяли, да? Как раз у вас линейки нет. Я не знаю. А вы давно работаете? Ну, это уже не имеет отношения к данному мероприятию, сколько я работаю? Я надеюсь, на меня сейчас наряд полиции не вызовут, как в этом, в Следственном комитете. Три наряды полиции вызвали, когда я знакомился с материалами проверки по своим делам. Если вы себя будете корректно вести... Ну, мы всегда себя корректно видим. Никто меня не может. А вы знаков правонарушения и преступления не будете проявлять? А мы никогда не проявляем. У меня более 200 видео в интернете. Посмотрите любое, и вы убедитесь, что никогда никакого правонарушения с моей стороны не было. Ну, начали мне предъявлять, что у меня якобы поддельное удостоверение журналиста и удостоверение инспектора общественного движения по борьбе с коробцией. И попросили проехать с ними для выяснения обстоятельств. На месте не смогли определить. В итоге взяли объяснение и отпустили. А с материалом делами так и не знакомили. На следующий день мы снова приехали в Следственный комитет, и следователь Осмолов опять вызвал наряд полиции. По неизвестной причине. При мне сделал звонок. Семьерный банк, следователь? Да. Ну, не зря же США ввели санкции против начальника Следственного комитета Ермолаева. Значит, есть и основания. Ну, как, не знаете. Это во всех новостях написано. Про США еще есть. Про Ермолаева. Что были пытки свидетелей Иеговы там каких-то. Следственные действия вмешиваются ли лицам, которые умеют к сексуальному? Я вас понял. Вы отвечаете как должностное лицо. А не подскажете бабушке, Владимир Анатольевич, в каком кабинете? Нет, я не хочу к нему попасть. К нему я уже попадал. И к его сыну попадал. Когда он в отделе-то служил. Я хочу узнать, в каком кабинете в данный момент базируется. У нас есть портал администрации города. Он из меня в этой зоне, в этой камере, бабушку. Там была вся информация. Вот как-то странно он у вас прошит. И скотчем, и бумагой. Дата прошивания не стоит. Количество листов не указано. Указано 80. А? Указано. 80 листов. А даты где прошивки? Шарман мне нужен, да? А? Может еще пригодится. Я сейчас фотографии проверю. У меня телефон не особо такой. У вас же камера была. Нет, камера в сомнице. Какая камера? Вы смотрели мои видео? С фотоаппарат? Да, где вы меня видели с фотоаппаратом? Да? Вы невнимательно смотрите, это тот же телефон. Да нет, я вам точно говорю. Я не настолько богат, чтобы ходить с несколькими камерами. Я всегда с этим телефоном хожу. Последний год, как минимум. Вы сами на встрече были с губернатором или видео смотрели? А где находились? Не знаю. Ну а эти факты рукоприклаза-то вы видели? Видели. Нет? Не заметили? А где вас-то? У нас не было физическую силу. Да. Кобозев Александр, вам знаком? Конечно, я знаком. А одиноченко Павел? Павел не знаком. Не, никогда вам применяли физическую силу. А в последний раз переслечь? Ну конечно. Вот когда неделю, где назад. Как это выражалось? Ну одиноченко Павел в локоть толкнул. Я стоял примерно такой ширины был. Я стоял, никому не мешал. Взял, меня так толкнул. Хотя я здесь не стоял. Я пошел на видеокамеру снимать. Он опять применил физическую силу к журналисту. А почему в журналисте нет нормальной камеры? А кто меня финансирует? У вас зарплата капает? Вы к кому-то. Вот журналист вообще какой-то, наверное... Я независимый. Независимый. Вольный и свободный журналист. Вольный и свободный? Безоплатный труд во всеобщее благо. Не за зарплату. За бюджетные деньги. Для меня совершенно непонятно, зачем вы распечатали устав из электронного вида документа. Если бы могли не тратить 200 страниц, 2 недели моего и человека времени, ни краску, ни время, ни бюджетные средства впустую. А просто могли бы пригласить и сказать, пожалуйста, фотографируйте. Вы уже у нас запросили заявление о том, что устава. Совершенно верно. Копию. Копия это точная поставить. Слово копия ключевое. Вы мне предоставили просто распечатать. Слово копия снимается вот таким вот образом. Я не требовал фотокопии. Даже если бы мы снимали каждый лист, что сделать невозможно, особенно устава. Мы потратили точно так. Не, я первый раз устав вижу. Я не знал, что он у вас в таком виде. Я думал, это гигантская книга какая-то. Ее можно перелистывать. Не знаю, в электронный вид сейчас все переводят. Правильно? Могли бы выяснить этот вопрос и пояснить, что снять копию невозможно. Не предоставляется, возможно. Нет, почему? Вы вам дали актуальный опыт. Это не копия, я вам еще раз говорю. Хорошо. Вам важна была содержательная, насколько я понимаю, часть, что вы хотите оттуда что-то подчеркнуть, что-то выяснить для себя? Меня интересовала содержательная часть оригинала. Вот это, вот это, вот это, я сейчас положу на стол, когда соберу все. Вы даже по количеству страниц увидите, что они отличаются. Сейчас вам предоставили возможность, вы можете отходить. Я не знаю, что у вас со зрением, но я однозначно вижу, что они различаются. С зрением плохой очками пользуюсь. А, ну вот, тогда понятно. Как видите, в моем случае максимально все. Ваши пожелания будут. Да, я в самом начале слышал, что вы меня поторопили и сказали, что невозможно здесь находиться долго. Вы имеете в виду рабочую линию? Ваши. Конечно. Вы работаете сами на себя? Обучение, до 18, наверное, можно себе уточнить. Да. Учения же не было с моей стажей? Не было. Ну, все. Но меня все равно интересует вопрос. Вы сами на себя работаете? Нет, конечно. А на кого? Ну, как видите, я же нахожусь в рабочем месте. У меня есть работодатель. Есть ущущая законодательство. Слух обязанностей и так далее. То есть вы работаете на работодателя, правильно? Ну, ладно, на Российской Федерации работаю. Ага. На муниципального образования городского государства. А вы при поступении? Жители города Сургута. Ага, вот, правильно. А жители города Сургут кто? Народ. Правильно? Ну, что народ. Ну, вот, что вы служите и работаете для народа. Правильно? Только народы. Вот. Соответственно, ваше рабочее время – это время для чего? Для кого? Для народа. Правильно? Не для вас лично. У вас по статусу вы являетесь должностным лицом. Правильно? Правильно. Слово должностное лицо в русском языке образовалось, а слово «долг». Вы уклоняетесь. У вас действующее законодательство, уважаемые граждане, которым мы обязаны все уходить. Я попрошу не называть меня гражданином, потому что… У нас трудовой кодекс присутствует, правильно? Воспорядок, не от которого утвержден? Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, что вы не хотели тратить свое рабочее время на то, чтобы нас ознакомлить, то есть, торопили нас. Я про рабочее время ничего не говорил. Забуждаетесь? Я вам сказал, что в период рабочего времени, пожалуйста. Я вам сразу обозначил, что после 18-ти нормы не представлять всевозможен. Не более того, что он не препятствовал. Я вам не сказал 15 минут до свидания. Сами сказали, 18-го, но у меня время сколько вы говорили там? 45 минут. А что, иногда так говорите? Нет, конечно. Все во благо. Просто понимаете, у нас еще есть… Вы постоянно не договариваете, во благо чьего. Во благо. Благодарствуем. Именно за это вы и получаете зарплату из наших налогов. Вы просто других людей тоже какие-то изчаяния, желания, потребности. Я все понимаю, но я же заранее договорился. Меня пригласили. Я же не просто так пришел. Все надо планировать. Анатолий Николаевич, вы именно это пытаетесь донести? Немножко другое. А вот я именно это пытаюсь донести. Сулана. Давайте будем напрягаться. А кто напрягается? Вы напряглись? Я нет. Мне кажется, что вы. Я нет. Нет, я фотографируюсь спокойно. Я просто хотел вам пояснить, что это значит должностное лицо. Мы понимаем прекрасно, что оно у нас на лице. Слово «долг». Взяли на себя обязательства? Будьте добры, исполните свои долговые обязательства. Мы вам платим из наших налогов. Али? Да, живые, здоровые. Сейчас, секунду, я прокомментирую это ваше высказывание. Мы в 518 кабинете. Снимаем это, фотографируем оригинал. Можешь подойти? Все нормально. Да мы всегда живые. Ага, давай. Как вы сказали? Работающее население у нас подвергается налоговому вложению. Так. Да. Не работающее, но налоги практически платить не может. Вы заблуждаетесь. Вот я не работаю 7 лет и не собираюсь. Вы считаете, что и налоги не плачу? Не знаю, но налоги практически. М? Налог подзыскивается с трудовой деятельностью, либо иного дохода. Да? Только с дохода? И только с трудовой деятельностью? А как же налог на имущество, акцизы? Их больше 40, по-моему, всяких налогов. Ну а как вы можете утверждать, что только работающие платят налоги? Не знаю, но где имущество, но я прошу. Вот подумайте, прежде чем заявлять, что только работающие платят налоги. Я вам сразу на опережение говорю. Я говорю, что я плачу налоги. Вынуждено. Собственно, владеете? Дело не в этом. Даже если я вообще ничем не владею, не работаю и, не знаю, веду социальный образ жизни, типа бомжа или что, все равно надо платить. Потому что, покупая любой товар в магазине, стоимость любого товара включена, включен налог НДС. НДС это что? Налог на добавочную стоимость. Купил товар, заплатил налоги. Автоматически. Не работай для этого, не обязательно. Не поспоришь, не поспоришь. Да, потому что неоспоримая истина не может быть опровергнута. Ну, допустим, вас кто-то взял спонсировать и вас кормят. Допустим, кого-то кормят, вы говорите, не ходит в магазин чай. Ну, и что, что не ходит. Он по дорогам перемещается, стоимость бензина, включен акцесс, платон, еще какие-то налоги, транспортный налог и все остальное. Хорошо, вы сейчас в общество переходите. Мы начали свой разговор, я плачу налоги. Да, я плачу. Вынужден. Вынужден, я вам пояснил, через магазин. Вы просто намекнули, что, типа, только работающие платят налоги, и вы должны только работающие. Правильно вы вспомните? Фотографируйте. Благодарств. А чего вы взяли бы один раз, сфотографировали устав? Фотокопия. Да, фотокопии сделаны, и выложили бы в основном. Чего вы раскрываете? Ну, как не скрываете? Вы вот мне ответ дали, и нигде не написали. Вон, две страницы расписали, где можно найти. Но ни одной фотокопии нет. Почему? Это вы не требуете. То есть, требуется только содержательная часть, а не расположение буквы в тексте. Ошибаетесь. По крайней мере, за время существования вот этого устава, во-первых, захотели его увидеть вживую. Не согласен. Вот человек сидит, он раньше меня затребовал. Но перед ним лежит точно такой же ответ, точно так же содержательная часть. Да. У него точно такой же запрос, ознакомиться с оригиналом. Однако его не пригласили. И мне пришлось от имени СМИ написать, чтобы меня пригласили. Вот так. Я помню, там разница между этими обращениями была в поступлении Мизинова. Ну, какая разница? В соответствии с требованиями закона об обращении, рассмотрении обращения граждан, все запросы рассматривались в течение 30 дней. Я понимаю, но мы позвонили раньше, и он именно требовал ознакомиться с оригиналом. Однако ему не предоставили такую возможность. Он может сейчас ознакомиться, нет? Правильно. Потому что я написал затреб от имени СМИ, и меня пригласили. Нет, в письме, по-моему, там тоже написано, что вы можете подойти и ознакомиться, предварительно сказать. Написано-то написано, но никто не приглашал. То есть факт это, то, что вы попросили, мы вам предоставили. Правильно? Не вы предоставили, а мы сами пришли. Вы заметили? Мы к вам постучались, а не нас пригласили. Хорошо. Нас никто не приглашал. Нас зашли с просьбой об ознакомлении с уставом. Но, если я не обозначу. Вот вам источники, если вам можно и... Вы опять не договорились. Вячеслав Юрьевич, да? Вы не договорились. Мы написали затреб, ознакомить с копией устава, предоставить заведенную копию. И ознакомить, предоставить возможность ознакомиться с оригиналом, сверить с оригиналом. Вот меня пригласили, ни меня, ни его не пригласили ознакомиться с оригиналом. Нам пришлось со мной прийти. Мы сами постучались к вам здесь. Ну, я вам отправлял письмо? Письмо-то да. И мне пришлось, больше 20 звонков пришлось делать, чтобы добиться... Там написан порядок. Как, может, секретарь вас настойчиво... Вдруг у вас отпало? Ну, что-то есть. Да, мы с ней созванивались. А вы не говорите о том, что граждане немедленно сейчас придите? Мы с ней созванивались. Она сказала, что сама перезвонит. Не перезвонила. Мне пришлось опять ее набирать. Я сделал более 20 звонков, но меня так и не пригласили. Мне пришлось ему саму прийти. Просто у нас секретарь руководитель, поэтому у них там постоянно жаль. Какие-то мероприятия проводят. Может, у вас еще какие-нибудь заблуждения есть по поводу налогов, должностных лиц и работающих людей? Нет, без заблуждений, да. Хорошо. С моей стороны, по-моему, не было ни одного заблуждения. Опять ли, должностных ли лиц? А? Опять ли, должностных ли лиц? Чего? А, ну, это еще как бы на другом уровне. Мы построим наше пребывание в таких рамках. Вы сейчас работаете с уставом. У нас цель ознакомления. Да. Знакомьтесь, пожалуйста, с ними все. Без обсуждений о полах и иных для налоговых органов, в том числе. А, я думаю, у нас диалог, а вы это... То есть вы заняты, да? Хорошо. Лех, в этот раз ты меня перейдешь. Ты стал первооткрывателем. Угу. Первый, кто затребовал оригинал устава. Да, я думаю, дойду. Но зато и первый зашел. А у вас? Двадцатый, последний, 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 последний. А от двадцатого января изменения у вас где? Последний, под девятнадцатый, последний. На сайте, да, двадцатого января последний изменения. Дата последних изменений, это дата регистрации министом к решению Думы. Процедура заканчивается после регистрации устава, опубликования, и только после этого вступает сила. Вот они были опубликованы. Решение Думы последнее. Датировано двенадцатым января. В течение месяца это все регистрируется. Это не последний, последний, последний. Сегодня, год, что? Шестнадцатый? Двенадцатый. Двенадцатый. Все понятно. Так, у тебя еще есть вопросы? То есть, по статье регистрации, можете за девятнадцатый год найти, за конец года, решение Думы, если не изменить, там стоит чтан меню. Ну и на фотографии посмотрю. То есть, последние изменения, это когда подписание было, да, 25-ое изменение? Это дата решения Думы. Ну, то есть, подписание. Подписание главы города. Ну, не вступивших силы, пока в меню если не изрегистрировано, да? А после этого должно опубликоваться, только тогда вступает сила изменения, да? Сначала проходят публичные слушания, с учетом того, что предложил народ. Все это собирается, рассматривается, вносится в устав. Нет, я не понял. Вот есть 25-ое декабря, последнее изменение. То есть, это подписание, после подписания... Решение Думы. Это дата решения Думы. Дата решения Думы, ну, подписание, соответственно. Подписание, да. Глава и город. То есть, после подписания должно быть опубликовано. Отправляется это все в Минюст. В Минюст. Если все отлично соответствует законодательству, Минюст регистрирует. После того, как Минюст зарегистрировал, мы размещаем, опубликовываем эту информацию в газете. А какие официальные у нас? У нас оберечья, там только согласно уставу города, да? Только с оберечья, и все. Там весь перечень всех изменяющих актов и номера газеты. Какой срок от подписания до опубликования? Там же есть определенный срок. Две недели, да, или сколько? Ну, месяц, я так понял. Вы сказали. В течение 30 дней Минюст нам регистрируют, и мы с получением, в течение 15 дней, должны опубликовать. Все это происходит гораздо раньше. Как только мы получаем, сразу же в ближайшем номере опубликовать здесь. Нет, насколько я знаю, что, при чем здесь Минюст вообще? Нет такого вообще ни в одном представлении. Есть. Есть от подписания до опубликования определенный срок. Минюст регистрирует изменения в силу закона. Есть специальный закон о регистрации уставов муниципальных образований, который регламентирует этот порядок. Без регистрации в Министерстве юстиции устав никакой юридической силы не имеет. Нет, то, что они регистрируют, это понятно, но все же должно идти от Конституции, я так понимаю. От Конституции Российской Федерации все уставы Конституции идут, правильно? Конституции Российской Федерации, правильно, то есть они должны противовлечиться. Там нет такого регистрации, там Минюст или где-то что-то. Есть конкретные цифры. От подписания до опубликования, столько-то времени. В Конституции? Конечно. Про уставы муниципальных? Нет, про устав вообще, про опубликование нормативно-правовый документ. Это нормативно-правовый документ? Да. Есть, там именно они говорили, нормативно-правовый документ. А то есть это о том, что нет там срока? Там есть срок. Срок? От подписания глава города. Статью помнишь? Статью помнишь. То есть от подписания документа, принятия его Думы, подписание документа конкретно, вот есть дата подписания, он еще не уступил силу, уступит силу после опубликования. Нормативные акты? вступает после их официального опубликования, но на опубликование дается время, от подписания до опубликования есть конкретная цифра. Устав их мало в этом написано. Если устанавливаются иные сроки вступления, тогда указывается, с какого вступает. Если срок вступления в силу в документе не оговоренный, он вступает в силу после его официального опубликования. Вы имеете в виду в этом документе, если не оговоренный, а устав горный? Есть ли порядок вступления в силу муниципального опубликования? Нет, тут не может быть ничего отговоренного, потому что он на основании устава Хмала идет. На основании Хмала – это устав округа, это устав города. Он должен не противоречить уставу Хмала. Но там есть конкретные даты, как описываются и опубликовываются. То есть, если нарушены сроки опубликования, данная бумажка не имеет никакой юридической силы. Соответственно. Ну, давай мы этот вопрос разберем на фотографиях конкретно. Просто, ну ладно, мы сейчас почитаем, какие конкретно. О чем ты говоришь, если нам не могут пояснить, почему печатник гербовый и почему роспись черного цвета, ксерокопирована? И слово… Я не могу понять, что это или… Ну, это не ручка, это просто фоксимилия. Надо экспертизу оказывать. Ну, и что? Ну, думаю, ладно. Что? Будем мы это? А где мы это? А, вот у нас. Все, посмотрите, мы не берем ничего лишнего. Наш ответ и наш фокус. А давайте сказать конкретно. Сейчас попишу. У нас официальный источник только одно из зданий, да? Сургутский. Ведомость. Все указано. На Японии, нет. Не забыли. А интернет или чего-то полностью? Официальный сайт, официальный портал администрации города Сургута, где размещен этот устав. Об этом тоже сказано. И на официальном портале министерства юстиции также размещается устав. Об этом тоже указано. Нет. Я уже читал, это мне в понедельник присылали на электронку. Так, то есть принято оно у нас, получается, 16 марта, да? А, что это? А, принято 16 февраля, да? Сургутское городское время. 18.02. Опубликован в сургутских ведомостях 28 марта. Как регистрация происходит? Прошло больше месяца. Вы в Москву отправляете или... В автомат сейст? В автомат сейст? В автомат сейст? Там есть отделение Минюста? Нули. Принято 18 февраля. Да. Опубликован 28 марта. Прошло 40. Больше месяца. Соответственно, эта бумажка не имеет юридическость. Ну вот это... Это оферта. Ты мне потом это все расскажешь, мы с тобой эти фотографии рассмотрим. Все. У тебя все? У вас есть к нам вопросы? Нет. Может по налогам еще почему-то проконсультировать? Нет. Все нормально? Добро. Благодарю. До свидания. Учись, студент. Ты меня спрашивал, почему меня не приглашают? Я даже не знаю. Так меня тоже не приглашают. Я сам прихожу. Да и все. Какая разница. Пригласили или не пригласили. Пришел и все. Давайте вот сюда. Там просто работает с этими местными. Нет, нет, нет. Я через рамку не хочу проходить. Вы вот сюда вот зайдете, естественно. Я не хочу там проходить. Я вообще рядом с ней не хочу проходить. Дайте мне пройти, где все люди выходят. Чего вы мне эту рамку заставляете проходить? Молодярский. Опять через рамку пытались провести. Вы, говорит, рядом проходите. Я сбоку. Так а че ты ведешься? Мчись воспитывать волю. Ты видел, как меня это? Тебя разводят, меня нет. Тебя разводят, меня нет. В смысле разводят? Ну что? Да хотя бы мимо рамки, но пройди там, где мы сказали, понимаешь? Не важно, вредит рамка или не вредит. Главное сделать так, как мы сказали. Исполни нашу волю. Я прошел не через рамку, я прошел мимо рамки. Да не важно, они тебя направят. Ты хотел же пройти вообще далеко от рамки, нет? Нет, я через рамку не пошел. А я хотел вообще далеко от рамки. А не видишь, нет, пройдите типа рядом с рамкой. Да не хочу я вообще рядом с ней проходить. Сигналка работала. Нет на том моей воли. Модель поведения одинаковая совершенно у всех должностных лиц. Сначала она не пытается меня подловить на том, что я типа налоги не плачу. Что я тунеядец не работаю. А потом в глухую оборону уходит в молчанку. Потому что возразить нечем. А потом не сразу подробно. Это я тебе не плачу Huhu. Да не могу. Или нет, я тебе не плачу. Я тебе не плачу. Я тебе не плачу здесь. Субтитры подогнал «Симон»